Толик прилетел, нет, в Москве буду. Сейчас там поутихло уже вроде. Сегодня вряд ли, нет, обещал, что дома буду. А ты что хотел-то? Только не сейчас, ладно, правды говорить не могу. Нет, я к киношникам приехал. Ну, какой артист, нет, я сценарий написал, все, пока. Здорово, я садись. Кино, когда снимать будем? Слушай, очень мощная история, реально. Скажи, это все правда? Правда? Правда еще страшнее. Когда ты их встретил? Дня, дня за три до начала войны. В Южную Осетию хочешь поехать? Ну да. Вам репортаж, мне кольцевая. Осетия, это кажется Грузия. Да, вам нужно получить грузинскую визу и лететь в Тбилиси. Туда через Тбилиси добираться надо? Узнаю, что журналистка, визу не дадут. Летела в Дикавказ, оттуда цхинвал. Просто за гранпаспортом. Обычного нет, то даже с российским можно. Гражданам США, выезжающим в этот регион, рекомендовано сделать 12 прививок. Куда их делать? Какие-то в плечо, какие-то ниже. Я уколы плохо переношу. А дезинтерию вы хорошо переносите? А прививки? Какие прививки? Главное, из лужи воду не пей. Какие там деньги? Вероятно, евро. Там у всех евро. Даже, по-моему, на Украине. Грузия, Грузия. Нет, какие-то лари. Там эти лари, кажется, да? Какие лари? Кому они нужны? С рублями нигде не пропадешь. Зачем вы туда направляетесь? Олимпус инфернал. Вы говорите по-грузински? Это латынь. Название бабочки, которую я еду ловить. Простите, что вы собираетесь там ловить? Я энтомолог. Получил грант от университета. Буду собирать коллекцию бабочек и снимать научный фильм об их повадках. Ваши родители в курсе, что вы едете? Нужны их письменные разрешения? Это я так. Вы достаточно взрослые, чтобы совершать странные поступки. Одна поедешь? С другом детстве. А то смотри, на Кавказе такие мужчины. Я сделала я туда, когда еще союз был. С тобой, что ли, махнуть? Ларин, что, я сама. Апперситацию получишь в нашем Карпунте, в Владикавказе. Ну, хорошо, слетать. Спасибо. Если что, немедленно звоните в посольство. Они решат все ваши проблемы. Счастливого пути. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне в госдепартаменте не сказали? Война закончилась уже 15 лет назад... Война с кем? С грузинами... Продолжение следует... Всем привет! Вино в подарок... Спасибо, Ваху... Сейчас все здесь дружно живут... А мы им помогаем... Ну а как с ними дружить? Работать не любят... Вино с утра пьют... А ты не пьешь, да? Да... Как шару заповедник? Ага... Могу отвезти куда надо... Спасибо... А? Провожу за умеренную плату... Спасибо... В кино с ним огню... Научное исследование... Не буду у егеря хлеб отбивать... Ну... Не прощаемся... Про орден героя вы мне рассказали... А вот про жену нет... Это... Мы дня три посидели... Скажите... А здесь стрелять точно не будут? Не беспокойся... Тебя точно не будут стрелять... Большое спасибо... Счастливо... Всего хорошего... Круто здесь! Может нам нанять того человека, а? Он бы аппаратуру носил... Дорого это обойдется? Майки... Половина вещей ваших... Приехал заработать говорит... В семьях Грузии осталось... Все продает... Родную маму продаст... Все грузины как грузины... А это какой-то мутный оказался... Ловил я его в заповеднике... На браконьера вроде не похож... А что искал? Слушай... А нормальных дорог у вас здесь нет? Ничего... Потому что... Как жена? Как дети? Нормально, а как его? Все отлично, вы помолодец. Мадам? Иди. Ну как вино? Отличное вино. Давай еще. Иди. Майки? Майки? Ты что, машина сломается? Поехали. Ну, счастливо оставаться. Жене привет передавая. Спасибо. А кто это был? Ура! 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 А кто это был? Твой родственник? Почему? Первый раз человека вижу. Здравствуйте. Моя жена Таира, Майкл, Женя. Очень приятно. Очень приятно. Плохой знак, грузины уезжают. Может на выходные с вещами, как бы обстрелы опять не начались. А куда они поехали? Говорит, это у грузин традиция такая, всем кагалам на свадьбу ездить. Все нормально? Все хорошо? Все нормально. Прости, дорогой. Все разбрасываем. На неделю к еду уехали, собрать не можем. А сколько у вас детей? Трое. У нас традиция. На столе должно быть три пирога. Это как солнце, вода, земля. За Всевышнего доохранить нас Святой Георгий. За встречу, за знакомство. Да, добро. Погнали. Да. Не знаю, сорока. Осадж, намные для заповедника, понял? Да пей, дорогой, и поедем. Дорогой. Что это такое? Что это такое? Что это значит, король Испании? Не может быть. Это президент Грузии. ...на уровне самых современных европейских стандартов. И российская сторона будет гарантом обеспечения и сохранения автономии осетинского народа. Слава Богу, войны не будет. Вы ему верите? А кому еще верить? У нас дети привыкли. Загромыхало, нужно в погреб бежать. Так поднимем же за мир, чтоб дети войны не видели. Прекратный тест. Мирного неба над головой? Нам пора ходить в заповедник, не? Ну ты зануда. Поехали, а? До открытия Пекинской Олимпиады остается меньше суток, но первые рекорды уже есть. Эти игры заранее назвали самыми дорогими и представителями в истории олимпийского движения. День обеспечения подачи на около 45 миллиардов пола, но спорта будет еще в 16-е. День обеспечения. Джесс, любимая, привет. Что? Нет, все в порядке. У меня голос хрипнет. Нет, я не простудился. Я тут подумал, давай объявим о помолвке, сразу как приеду. Мы соберем друзей на барбекю. 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 Без костюмов, ресторанов. И, пожалуйста, мы соберем маму, хорошо? Только не надо советоваться с мамой. Хорошо, подумай об этом. Нет, я просто не могу говорить. Я перезвоню. Да, да, да. Конечно, я люблю тебя. Я тоже скучаю. Пока. Ну что, погнали, женишок? Погнали. Почему на Кавказе всегда воюют? Вот здесь же просто нельзя этого делать. Мишка! Я теперь понимаю, почему твой Олимпулюш в Олимпулюс вводится именно здесь. Идеальное место. Угу. Куда столько барахла? Что вы с этой несчастной бабочкой собираетесь делать? Отрежем лапки и задушим в душе губки. Да, Миш? Нет, Жень. Я соберу коллекцию и сниму фильм. Будешь как сайгак по горам лазить. Все гораздо профи. Пошли. Начну с бабочек. Снимать очень трудно. Олимпиус Инферно летает со скоростью до 50 км в час. Камера устанавливается в местах наиболее вероятных появлений бабочки. Программируется на движение. Автофокус. Корректировка изображения. Подержи, пожалуйста. Изображение из камеры переходит на ресивер и сохраняется на жестком диске. Вот здесь. А потом появляется на мониторе, чтобы вы могли видеть, что снимают камеры. Великолепно. На жестком диске могут храниться сотни часов съемки. Спасибо. Ну все, теперь осталось только установить камеры. А утром нельзя? Здоровый человек вечером не работает. Я даже раку захватил. Вы что, какая рака? Настоящий ученый не может потерять целую ночь? Да не может. Вы знаете, когда мы снимали в Африке по 20 часов в сутки, никто не ныл. А, Ахтар, аппаратура она очень дорогая, поэтому вы будете сторожить, пока нас не будет. Какой сторож? Здесь нет никого. Я даже двери не закрываю. За отдельный уклад, понятно, заранее. Да ладно, идите. Спасибо. А ты почему энтомологом стал? А это очень престижная профессия в Америке. Даже Набоков увлекался энтомологией. Ну, если сам Набоков... А почему не врачом, как папа? Я пробовал учиться. Это не мое. Упал в омрак на первом вскрытии? Ага. Ну, прямо башкой в желудок. Да ладно, фу. Голова застряла. Меня тащили за ноги. Вызвали полицию, пожарных. И чё? И чё. И всё. Так и хожу с тех пор. Это была небольшая шутка, Женя. Уже можно смеяться. Ага. Спасибо вам. Ферракурия с Аптрус. А это что? Иксгаустер. Работает по принципу вакенки. Пылесос. Майкл, ты чего? Майкл. 9-1-1. Какой 9-1-1? Спеши, давай. Я искусное дыхание делать не буду. Выплюнь эту пигню. Выплюнь. Я вам проглотил. Ах. Ах. Что хоть было? Клоп наземный. Семейство красноглопов. Ах. 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 Да, хорошо. Окей. Знаешь, я за насекомыми в первый раз поехал. А в Африку мы с Джессикой ездили туристами. Я вообще нифига не умею. Ты это хотел услышать. А это? Ах. Какого фига ты за мной поперлась? Да, вообще, ты твой папа обозвонил моей маме, умалял найти хоть кого-нибудь присматривать за их баткалотом, которого вдруг понесло в Осетию! Может, не продолжится. Нет, ты знаешь, а если честно, просто очень хотелось посмотреть на парня, в которого была по уши влюблена в школе. Да, он был слепой и ничего не замечал, как я за ним бегала. А потом свалил в Америку. Я ему три года письма писала, хоть бы раз ответ пришел. Я ничего не получал. Мы переезжали часто. Да вообще у меня Джессика еще с хай-скул. Помолвка скоро. Да-да, у меня тоже очень крутой, реальный мужик, о котором тебе даже и не снилось. Мне мужики не снятся. Потопали дальше, дейскаут. На. Ну ты и что? Хочешь всеми своими камерами всю Осетию заставить? Хотя сюда не зло. Слушай, давай вообще-то разберемся, кто кому вообще одолжение сделает. Откуда вы их взяли? Контрразведчик приказал провести поиск. Обнаружили примерно в километре. У него американский паспорт. Баба без документов. Развяжите, отправьте куда-нибудь подальше. Пусть посольство разбирается. Контрразведка приехала. Откуда тут взялись американцы? Какие они американцы? Русские с американским паспортом. А барышны точно из Москвы. Я был уверен, что они где-то тут будут ошиваться. Какого х**а они здесь делают? Разберемся, полковник. Напомните личному составу, чтобы не было никаких съемок на мобильные телефоны и звонков домой. Напомню, капитан. Какую аппаратуру привезли? Энтомологическую. Там иксгастер, муниции. Мы бабочек приехали снимать. Олимпус инферно. Отдайте телефон, мне будут посольству, нужно звонить. Сколько у вас камер? Одна. Она в селе и фотоаппарат. Вы должны искать их у нас, бабочки. Подпустите нас, пожалуйста. Сами-то верите эту х**у с бабочками. Чак, детьманка. Машину их. Ну! Капитан Адамс, мне доложили, что вы задержали американского гражданина. Ложная информация, капитан. Они русские. Нет, нет, мы американцы. Этот человек находится под защитой американского флага. Паспорт фальшивый, капитан. Занимайтесь своими делами. Он американец. Капитан Адамс, Майкл Аарайан задержан грузинскими войсками. Виза со вчерашнего дня. Не был бы ты американцем, гнида. Я бы тебя. У меня была возможность выучить ваш язык, капитан. Спасибо, лейтенант. Спецслужба США подтвердила факт нахождения гражданина США, Майкла Аарайан, на территории Грузии. Его необходимо эвакуировать с базы и доставить в посольство. Ее тоже должны отпустить. Граждане других стран меня не волнуют. Она моя невеста. Я повторяю. Она получит гражданство США после свадьбы. У нас оформлены все документы. Я без нее никуда не поеду. Хочешь, чтобы я остался здесь? Я приказываю освободить девушку. Гипотик пусть вернет. Это собственность американского университета. Гипотик пусть вернет. Что здесь происходит? Операция по наведениям конституционного порядка в стране. Это война? Да, девочка, война. Слушай, Женя, нам нужно в Твилиси срочно и мотать нас вот у чертовой матери. Что-то вы из нас катаетесь, и невеста. Женя! Женя! Блин, русская дура! Женя, куда ты? Бежим быстрее! Надо найти Ахтара! Здесь нет. Майкл, 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 ты посмотри, посмотри, что происходит. Это одна. Это одна. Олимпиус, инферно. Это что-то? Ты из комы выйди. Ты понимаешь, что завтра все вот это будет новость номер один в мире. Да об этом вообще только мечтать можно было. Ну, вот это нужно забрать. И далеко ты это дотащишь, а? Женя, это собственность университета. У меня что-нибудь сильно попадет? Меня в тюрьму могут посадить! Майкл, вот сиди и охраняй собственность своего университета. Понял? Да пошли, не брось! Пошли мы. Женя! Женя, минута, снять я это все! Майкл! Смотри! Да отвечай же ты! Асхар! Асхар, ты живой? Мы заповедники. Асхара, они войну начали? Ага, поняла. Он ждет нас дома, отвезет миротворца. Он ждет нас. Пошли! Пошли! Что делаете? Говори, где! В машине! Стоп! 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 Ты что, меня не устал? Он стрелял человека. Отходи. Нужно звонить в полицию. Его нужно издавать. Слушай, пошли отсюда быстрее. Ты куда звонишь? В посольство. Они нас спасут. Да он нас ищет. Ты понимаешь, с нами то же самое будет. Пошли отсюда. Нам только твои помогли. Не смотри туда. Пошли отсюда. Может и спасут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 У меня гемофобия. Что у тебя? Я кровью боюсь, осознание теряю. Посмотри, что с ним. Не заставляй меня, я не смогу. Я сказала, посмотри, что с ним. Майкл, очнись! Майкл! Нужно вытащить осколок. Нужны лекарства. Инструменты. Нужны бинты, уколы, антибиотики. Ты слышишь, что я говорю? Нужны инструменты и лекарства. Майкл, Майкл! Майкл! У нас пятнадцать минут. Потом не спасём. Где это взять? Здесь есть аптека? Аптека была через два дома. Но там ракеты падали. Там на площади скорая стоит. Нужна эти биотики. Помочь ребёнку спасти. Где ваша голубанная аптека? Аптека там на углу. Там уже ничего не осталось. Воды дайте ребёнку. Воды дайте раку. О, иди! Воды дайте раку. Иди! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Родители у тебя в Америке, да? Прошу. Я здесь прошу, Богом заклинаю, вторично я тебя не вытащу. Хорошо там жить, неплохо, зря ты не уехал обратно, невеста твоя, подожди. Дише, тише, успокойся, у тебя девчонка ранена, ее еще можно спасти, я помогу тебе! Тихо, 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 ее можно спасти, поднимай, 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 поднимай. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. 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 Тихо, тихо. 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 Они наверняка заинтересуют каналы о дикой природе. Наше решение окончательно и бесповоротно. Такими вещами не шутят. Мы признали два новых субъекта международного права. С точки зрения международной доктрины, эти два субъекта существуют. Это было интервью Дмитрия Медведева в газете «Фигаров», в котором он подтвердил, что Россия не будет пересматривать свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В зарубежные СМИ слова президента России не могли проигнорировать, чего нельзя сказать о свидетельствах очевидцев грузинской агрессии. Продолжение информационной войны. Американская телекомпания СБС пригласила в прямой эфир энтомолога Майкла Арая, вернувшегося из Южной Осетии. Майкл начинал снимать там научно-популярный фильм о бабочке Олимпиус Инферно, но оказался на войне. Энтомолог принес в студию снятые им кадры, доказывающие, что грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии. Но американские телезрители эту видеозапись так и не увидели. Альо. Привет, бойскаут. Я нормально. Поздравить хочу. Ага. И доживите до золотой свадьбы. Спасибо. А я вам подарок пришлю. Коляску. Спасибо. Высылай. Лучше сразу для двойни. А лучше поздравь меня в прямом эфире. Иди. Прости, прости. Да, мощная история. У нас проблемы с финалом. В кино людям нужно давать надежду. Так что ты давай все-таки с финалом поработай. Чтобы девочка в кино осталась жива. Мне бы тоже. Мне этого очень хотелось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!